Ученые говорят, что таяние льдов может иметь для нас смертоносный характер. Ученые из Соединенных Штатов и Китая поехали в Тибет, там самые старые льды. Стали их изучать и нашли там 28 типов разных вирусов, которые замерзли, но они живые. Если вдруг начнется таяние льдов, они оживут. И вот сейчас на фоне коронавируса этого страшная паника возникла. Вирусы древние, 15 тысяч лет где-то замороженные были. Что они принесут человечеству? Говорят, что это может быть еще круче коронавируса. Вполне возможно. Это ужасное открытие. Может быть, оно как-то остудит эти горячие головы. Чьи? Политика в первую очередь, от них же все зависит. Как политики связаны с вирусами? Они связаны с тем, что помогают акклиматизации Земли, потеплению и всему прочему. То есть, чтобы таяние льды тогда? Да, пускай бросают на это дело миллиарды. А может быть, услышат все-таки меня, и не надо никаких миллиардов на Землю. Бросать, а воспитывать население. Население подталкивать к объединению. Как воспитание связано с вирусами? Мы своим поведением, своим отсутствием сближения между собой, а мы должны уже сближаться согласно плану природы. Если мы не начнем сближаться серьезно между собой, в одно единое человечество, то, конечно, впереди нас ожидают огромные-огромные проблемы. И тут не только таяние льдов. Мы же нарушаем всю экологию, интегральную экологию земного шара и всего окружающего пространства. Мы же нарушаем этим экологию в Солнечной системе. Мы не понимаем этого. Это же все замкнутые системы, влияющие друг на друга. В первую очередь мы, Солнце, Луна – это же все такие близкие, нам кажется, что далекие, такие близкие взаимосвязанные системы, что тут просто непредсказуемые последствия могут быть, и причем очень быстрые. Мы должны все это продумать. Но для этого нам необходимы другие политики, другие руководители, другое – вообще управление землей. Ты посмотри, о чем они думают. Только как бы сместить друг друга с места, воцариться на год-два, и ради этого готовы пожертвовать всем благополучием землян. Я не представляю, как можно описать так, чтобы затронуть сердца людей. Но если бы человечество пожелало, то оно бы сделало бы порядок. Почему же оно не желает? Не хочет осознавать, закрывает глаза. Да. Но вот сейчас, может быть, вот такие удары, и они будут все время нарастать. Да? Да, это обязательно. А найдут, если противоядие от этого вируса, там, еще другие вещи, то будет еще хуже. И еще противоядие, еще хуже, и так далее. Но вы не против того, чтобы искали противоядие? Нет, я не против того. Я считаю, что это глупо, потому что это ничего не сделаешь. Ты просто идешь по той же тропинке ошибок и падений, ошибок и падений все время. А надо заниматься не этим. Надо осознать источник своего неправильного отношения к себе, к природе, к людям. И тогда все получится. Ну, человек занимается тем, что он ищет средства, чтобы остановить таяние льдов и так далее, и так далее. А зачем? Это не те средства механические. На тех же уровнях ничего не решается. Надо подняться всегда на более высший уровень. Как Эйнштейн говорил, вы хотите что-то исправить, надо подскочить выше стола, если вы хотите приземлиться на стол. Да ну, как им это понять? Пускай слушают каббалистов. Мы говорим абсолютно разумным, здравым, опытным путем, пытаемся все объяснить. Не войдет в их разум то, что делает человечество ближе друг к другу. Это самая большая сила природы. Потому что мы на человеческом уровне выражаем таким образом и стремимся сделать природу максимально интегральной. И она начнет себя уравновешивать на всех остальных уровнях. Ведь в чем причина всей проблемы? В том, что все выходит из равновесия. А если люди на своем уровне начнут создавать это равновесие, а мы уже давно не в равновесии, ты же понимаешь, по нашим взаимоотношениям, то тогда все остальные части природы автоматически начнут приходить в равновесие. И что получится? Вирусы, которые пришли для смерти, придут для жизни? Конечно, все уравновесится. Они будут работать нормально, как надо. Ничего плохого в природе нет. Это мы на своем уровне нарушаем гармонию взаимодействия между силами природы. И поэтому она проявляется на более низших уровнях в таком виде. Вулканы, ураганы, вирусы. Это все природные явления. Но они уже начинают быть и на уровне биологических. А потом будут и на уровне человеческих. То есть человечество вдруг перестанет понимать, что оно делает, где оно существует. Как под воздействием каких-то определенных наркотиков, допустим. Ты ничего не можешь сделать с людьми. Люди будут ходить как... Отключенные. Да, да, как отключенные. И делать непонятно что и ужасные вещи. И кому-то придет в голову нажать на какой-то атомной электростанции какую-то кнопку. Это что означает, что проблемы поднялись до уровня человеческого? Конечно, они постепенно так снизу поднимаются. Как вот вода поднимается, так и затапливает. Все уровни нашего здания человеческого. Вы же человек точных наук. Вот вас услышать очень трудно. Политикам невозможно вас услышать. Правильно? Политики нет. Не услышать. К кому вы тогда обращаетесь? К народам. А я к политикам вообще не обращаюсь. Ничего не сделаешь, кроме как осознанием людей. Не политиков. Они запрограммированы природой. То, что люди хотят, чтобы было, то политики реализуют. Так вот, надо пожелать, чтобы люди захотели правильных целей. И тогда политики это сделают. Политики, они ничего не слышат. Им главное быть власти. Если они услышат, что народ хочет это, они будут говорить и будут делать то, что хочет народ. Главное, чтобы командовать. Что должен захотеть народ, чтобы вдруг изменить политику? Народ должен захотеть быть соединенным между собой в доброй связи. Нам надо думать о том, что же нам делать. Потому что если это будет развиваться естественным путем, эгоистическим, то, конечно, будет плохо. Нам надо исправлять, срочно исправлять тенденцию природы. Поворачивать ее в сторону согласия, взаимного объединения. И тогда они уравновесят. Нам некуда деваться от этих вирусов и другие какие-то организмы. Это же все биологические организмы. Нам надо развивать это все в лучшую сторону. Если мы повернем все это в лучшую сторону, никакого вреда они нам не нанесут. Наоборот. Они будут вместе с нами участвовать в другом развитии. В жизни. Конечно. Так что все зависит от человека. Продолжение следует...